В сей день спасения нашего начала и предвечного таинства явления. Сын Божий сыном Девы становится, и Гавриил о благодати благовествует. Потому и мы с ним, Богородицы, возгласим, радуйся, благодатная, Господь с тобою. Здравствуйте, уважаемые союзники, с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Это прямой эфир на Народном Православном. Меня зовут Светлана Ладина. Мы начнем эту встречу с фрагмента документального фильма «Святое семейство». Иерусалим. Здесь, недалеко от единственного в мире храма, где совершалось поклонение истинному Богу, жили супруги Иоаким и Анна. Лишь в старости Господь даровал им дитя. Свою дочь они назвали Марией. Три года наслаждались праведники долгожданным родительским счастьем. А затем, выполняя обет, данный Богу, привели Марию в Иерусалимский храм. При храме она воспитывалась до 14-летнего возраста. За это время умерли праведные Иоаким и Анна, и Совет первосвященников должен был решить дальнейшую судьбу осиротевшей Марии. Традиционным для того времени было выдать девушку замуж. Семейная жизнь и многодетность считались добродетелью не только как исполнение Слова Божия «плодитесь и размножайтесь». Порабощенный римлянами еврейский народ ожидал рождения Мессии, который принесет свободу и восстановит Царство Израилю. Отказ Марии от замужества, предание Святой Земли объясняет ее безграничной любовью к Богу и великим смирением. Каждая девушка мечтала и надеялась, что именно она удостоится стать матерью Спасителя. Но Мария не считала себя достойной высокого жребия. Чтобы не питать горделивых надежд, она дает обет девства и надеется стать хотя бы служанкой у той, которую изберет Бог. Можно предположить, что юной Марии пришлось проявить и немалую стойкость, объясняя первосвященникам свой выбор. И тогда, уважая решение Пречистой Девы, Синедрион назначает ей хранителя, который будет лишь называться ее мужем. В маленьком городе Назарете, в далекой от Иерусалима плодородной Галилее, живет 83-летний Иосиф. Он вдовец, у него взрослые дочери и сыновья. Юная Мария приходится его покойной жене племянницей. Иосиф принимает возложенную на него миссию хранителя или обручника, и Дева Мария поселяется в его доме. Там, в Назарете, придя за водой к источнику, она видит архангела Гавриила и слышит от него «Радуйся, благодатная!» «Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Посланник Небес возвещает Деве, что именно ее избрал Бог. И ждет, согласна ли она. «После ответа Марии все раба Господня добудет мне по слову Твоему?» Чудесным образом исполняются пророчества «Се Дева во чреве приимет!» И слова архангела «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя!» Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вскоре после Благовещения Дева Мария, наверняка с разрешения Иосифа, отправляется навестить своих родственников Захарию и Елисавету, чья история очень похожа на историю ее родителей. От ангела Дева Мария знает, что никогда не имевшая детей старенькая Елисавета теперь носит под сердцем ребенка и стремится быть рядом с ней. Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем и блаженно уверовавшее, потому что совершится сказанное ей от Господа». Так встречаются не только праведные Елисаветы с Пресвятой Богородицей, но и еще нерожденные пророк Иоанн Креститель и Сын Божий Иисус Христос. Три месяца до самых родов праведной Елисаветы пробылась не юная племянница, а затем возвратилась в Назарет. Когда праведный Иосиф, обязавшийся хранить Деву Марию, замечает ее беременность, он являет подлинное мужество и милосердие, решает отпустить ее в тайне. Это значит, вопреки закону, предписывающему казнь через побиение камнями. Сам он при этом рискует своей репутацией. Но когда он помыслил это, «Се ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Не только древний Израиль, но и весь человеческий род пришел освободить от рабства греху и спасти от вечной смерти тот, кого родила в Вифлееме Дева Мария. Вернемся же мысленно к благовещению у источника в Назарете. И от всего сердца поблагодарим юную Деву за отвагу, самоотверженность и смирение, которое она явила, отвечая согласием на волю Божию о себе, не требуя гарантий безопасности, а просто безгранично доверяя Богу, и тем самым участвуя в спасении всего человечества и каждого из нас. Это было началом подвига Девы Марии. По отношению к ней слово «подвиг» не всегда бывает понятно. Когда мы смотрим на ее величественные иконописные изображения, то видим в первую очередь ту, которая сильна защитить нас, облегчить наши страдания, исцелить, помочь в самой, казалось бы, безвыходной ситуации сотворить чудо. Она так и делает, мы это знаем по опыту. Матерь Божия, Царица Небесная, Владычица и Заступница. И нечасто приходит осознание того, какими испытаниями и скорбями была наполнена ее земная жизнь. Она по своему опыту знает, что такое быть сиротой, бежать от смертельной опасности, искать приюта, жить на чужбине, терять самых дорогих и близких людей и ждать беды. Совсем уже скоро Пасха. Через два дня наступит Страстная Седмица. Как прожила крестную жертву своего божественного сына Пречистая Дева Мария. И как она встретила его воскресенье. Об этом стихотворение Анны Долгаревой. А воздух жаркий и липкий, и так его мало. Пропустите, говорит, пропустите, я его мама. Но ее, конечно, не пропускают. Адха хочет, смеется, и зубы скалит, торжествует. А она говорит, дайте мне хоть ручку его неживую подержать за ручку, как в детстве. Я же мама, куда мне деться? Вот она стоит, смерть перед ней, в глаза ей смеется. Пасть у смерти вонючие, зрачки, колодцы. Смерть идет по земле, и стирает гранит, и крошит. А она отвечает, «Маленький мой, хороший, ты уж там, где ты есть, победи, пожалуйста, эту дрянь. Ты вот ради этого, пожалуйста, встань, открывай глаза свои, неживые, незрячие». И плачет, сильно-пресильно плачет. Он войдет в ее дом через три дня. Мама скажет, «Мама, послушай, это и правда я. Не плачь, родная, слушай, что тебе говорят. Мама, я спустился в ад, и я победил ад. Мама, я сделал все, как ты мне сказала. Смерть где твое жало?» Мама Христа Спасителя при кресте своего Божественного Сына усыновившая все человечество, мама всех людей. Как думаете, входит в число этих усыновленных люди только с момента рождения или относятся к ним и те, кто уже обладает бессмертной душой, но живет пока в животиках своих мам? Ответ очевиден. Дается он и событиям благовещения, и встречей при чистой Деве Марии с праведной Елисаветой, когда обе были непраздными, то есть беременными. Помните, при этой встрече Иоанн Креститель радостным взыгранием в очреве своей матери приветствовал Пресвятую Богородицу и носимого ею под сердцем Христа. В этом году впервые в России отмечается День беременных женщин. Сегодня. А установлен он ради того, чтобы беременность перестала восприниматься нашим обществом как то, что можно прервать. Чтобы беременная женщина встречала доброжелательное внимание, помощь и поддержку в том великом деле, которое доверил ей Господь. Дать жизнь человеку. А еще сегодня последний день Святой Четыридесятницы. Воскресив своего умершего друга Лазаря, Господь будет входить в Иерусалим на вольное страдание. О событиях недели Вай, Пальм или Вербного Воскресения мы напомним вам устами младенцев и стихотворением. Это последняя неделя до смерти Христа. Вербное Воскресение это праздник вход Господень в Иерусалим. Праздник всех христиан. Он выезжал на ослике, а не на каком-либо скакуне. Он был в обычных одеждах, но его все встречали как царя. Ему кидали под ноги пальмовые ветви. И кричали Асана. Они делали это потому, что недавно Иисус Христос воскресил мертвого Лазаря. Мы еще раз утверждаемся, что Господь Иисус Христос Мессия, Который пришел у нас и всех спас. Вот так как у нас вот нету в России, в Москве нету пальм, у нас расцветают вербы. Его встречали вербинными палочками. Вот так. И мы ставим вербу в вазочку до следующего вербинного воскресения. В общем, это такой день, день Боженьки. Иисус Христос Ослёнка отвязали, привели. Шерстистый священосец, трон ушастый, понес спасителя по веточкам в пыли туда, где зреет заговор ужасный. Раздвоены копытца тонких ног, а санна вышних восклицают дети. раздвоенность преодолеть не смог народ, носимый Богом в мгле столетий. Хребет ослёнка вес не ощущал, спаситель носит тяготы творений. Ну вот и храм, всех плаваний причал, молитвы дом, венец благодарений. Господь отдал хвостатую ладью, смешную колесницу, наступая на мостовую, словно в полыньё, кругом толпа, ликующая слепая. Ослёнок отправляется носить детей хозяйских, апельсины, смоквы, а человек бы горько стал тужить, креста носивший жить иным не смогут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова